Дорогие друзья, добрый вечер! Я сегодня начну беседу с одного письма, достаточно странного, которое я получил. И сейчас с вами попробую понять, как надо ответить на него, какой дать ответ. Конечно, не только примитивно к этому письму, но и к похожим случаям. Пишет женщина, я замужем, но есть человек, которому я испытываю настоящую любовь. Понятно, что не мужиком, другом она испытывает любовь. Не чувствую, что это грех, готова иметь с ним отношения. Она пишет, иметь с ним отношения, на самом деле она готова с ним спать в постели. Это такой форма выяснения. Маленькие у кого с кем отношения. А тут ясно, о чём идёт речь. Этого человека люблю с давних пор, ещё до встречи с мужем. Будет ли это грех? Или надо сначала развестись с мужем? Вот такое письмо. Вот не спешите в таких случаях прямо вот спускаться в какие-то объяснения, разъяснения. Здесь логика плохо работает. По самому подаче материала, по самому стилю письма, совершенно ясно, что эта женщина ушла куда-то далеко в какие-то гебри. Её надо отвезвить, её надо встряхнуть. А рассуждениями о том, что Евангелие так написано, и вообще там, что такое хорошо, и что такое плохо, вы не встряхнёте. Просто отключите, она не будет с вами разговаривать. Надо дать встряску. И вот встряску женщине дать, как-то вот её чувство, понимаете, в чём дело? Она пишет про любовь, на самом деле это не любовь, а какая-то форма сексуального влечения очень сильного, сексуальное чувство. О чём тут идёт речь? Значит, надо чувство перешибить чувством. Каким чувством можно перешибить это? Сильный, действительно, сильный эмоциональный импульс. Вот я придумал ответить так. По аналогии. Вот её письмо, а вот письмо, которое я пишу. Почти в тех же выражениях. У меня есть маленький ребёнок. Я его кормлю. И о нём забочусь. Ну и сын, или дочь. Ну вот появилась возможность полететь на курорт в Пхукет. Меня давно уже приглашали, я уже давно хотел ещё до рождения ребёнка. И вот сейчас меня пригласили. Я не чувствую, что это грех. Оставить этого ребёнка, пусть помирает. Как вы думаете, вот так его оставить просто? Или лучше сначала закопать где-нибудь, чтобы он там задохнулся? Что лучше сделать? Вот так вот, таким импульсом, напоминанием о материнстве, а вот где-то убийстве, что каждая нормальная женщина воспримет. Можно надеяться на то, что это несчастные дамочки, у совеста и проснуться. А иначе это всё артельно-прасный труд. Ищите правильный эмоциональный импульс, направление отрезвления человека. Не должно быть грубость. Это не должно быть проклятий никаких. Обратите внимание. Вот в петле, которую я даю, нет ни одного грубого слова. Нет ни одного обвинения. Есть всего-навсего параллель. Зеркало. Подставить человеку зеркало, чтобы он посмотрел на себя и увидел ту страшную физиономию, которая превращает его в грех. Вот старайтесь поступать именно так. Субтитры создавал DimaTorzok